Всем привет, с вами Кейком, и сегодня мы с вами поговорим про новые растения, были растения против зомби 2, также про новые события и много чего еще другого. Перед началом не забудьте поставить лайк, это поможет продвижению видео. Погнали! Ну и начать я, как всегда, хочу с нового растения. На этот раз это Ледогрид. Да-да, тот самый из первой части, но его тут, конечно же, переработали, сейчас вам сочетаю его новое описание, из Альманаха. «Нелегко заново восстановить себя», — говорит Ледогрид после возвращения с интенсивных тренировок в самых холодных частях Антарктики. «Нечасто упадает второй шанс, но я вернулся, и на этот раз я не подведу ни своих фанатов, ни кого-либо из моих друзей». Разражаются аплодисменты, когда Ледогрид выходит на лужайку. Но, а какой же геймплей у этого растения? И он тут далеко, как не в первой части. Он создает ледяную ауру, которая усиливает растения своего семейства, то есть семейства зимней мяты. А также замедляет зомби в этом радиусе. Получается нечто наподобие луноцвета, только улучшает он ледяные вместо теневых. Погнали дальше. Ну а дальше у нас новый список сезонов на арене. Сезон с балового ростком, начнется 9 октября, закончится 6 ноября. Сезон с ночной шляпкой, начнется 6 ноября, закончится 4 декабря. Сезон с желейной клюквой, начнется 4 декабря, закончится 1 января. Сезон с взрывным бутоном, начнется 1 января, после нового года, а закончится 30 января. Можете написать в комментарии, какой сезон вы будете ждать больше всего. Но, а мы переходим уже к чему-то мистическому, загадочному и непонятному. А это новые кнопочки, найденные в файлах игры. И вот они совершенно разных цветов. И голубая, и зеленая, и фиолетовая, и даже две желтых. Возможно, это золотая и просто желтая. Непонятные, неизвестно для чего они будут использоваться. Но, скорее всего, это просто для новых акций в магазине. Но вот что абсолютно непонятно, так это новые цвета для энергосфер. Я не знаю, как их правильно называть. Вот такие вот были обнаружены. Красненькая, синенькая, желтенькая и зелененькая. Как и где они будут использоваться, абсолютно непонятно мне. Но вот то, что абсолютно всем понятно, так это новые баннеры и загрузочные фаны. Вот так вот выглядят новые баннеры для хэллоуинского ивента. В центре внимания тут ночная шляпка, а также можем заметить непонятного зомби-чомпера. Возможно, это отсылка на зомботанию из первой части. Ну и слева уже обычный дефолтный хэллоуинский зомбак. Приходим к новому закрученному фону. Выглядит он вот так вот. В центре внимания опять же ночная шляпка. По бокам всё так же хэллоуинские зомбаки. Ну а сзади чёмпер. Опять этот чёмпер что-то он дозначит, наверное. А такая вот хэллоуинская тематика может означать то, что обновление уже выйдет очень скоро на ближайших неделях. Но на этом моменте видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!